Продолжим беседу уже с доцентом Латвийского университета, с доктором сферы коммуникации Ольга Казака. С нами по Zoom. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Да, и, наверное, вот если говорить о имидже страны, ведь очень многие долгие годы воспринимали Латвию как часть Прибалтики. Вот насколько мы хотим уйти от того, что Литва, Эстония и Латвия должны восприниматься как одно целое, потому что я знаю, что Эстония все-таки хочет сказать, что нет-нет-нет, мы все-таки ближе к Скандинавии. Да, Литва, опять-таки, у нее более тесные связи с Польшей. В этой сфере есть ли какое-то единство этих вот сестер прибалтийских? Ну, я бы сказала, что прежде всего то, как мы себя хотим позиционировать, зависит от того, на какую целевую аудиторию мы хотим себя позиционировать, потому что если мы говорим слово «прибалтика», это уже понятно, что мы ориентируемся на, может быть, постсоветское пространство, где когда-то это было для более старшего поколения, такой выход в Европу, что ли, когда люди приезжали в Прибалтику, чтобы, ну, вот я побывал в такой нашей местной Европе, что ли. Сегодня очевидно, что наше государство видит свои целевые аудитории в других регионах, что очень интересно, мне кажется, самая главная проблема сейчас нашего позиционирования в том, что мы сами для себя до конца не определились. В начале года было проведено такое обобщение, исследование, изучение этого вопроса, и очень интересно, что выявили около 24 разных направлений, как мы до сих пор себя рекламировали, позиционировали. Это и страна, которая поет, это и «Аэм интроверт», это и «Магнеты к Латвии», то есть много-много разных направлений бренда. Левит, рак и щука, вот можно так сказать, да? Совершенно верно. И в этом главная проблема, что мы пока даже для себя еще не определились, мы какие, мы кто. Да, мы часть Прибалтики, балтийских стран, или мы сами по себе какие-то уникальные, но уникальные чем? И, собственно, сейчас, мне кажется, в этом главная проблема, потому что главный принцип любой успешной коммуникации с внешними аудиториями – это налаженная и четкая, явная внутренняя коммуникация. Так вот, какие мы, мы даже для себя, мне кажется, если вот мы спросим латвийцев, то у нас будет очень много разных ответов и разного вот этого четкого позиционирования даже внутри страны у нас нет. Соответственно, мы его не можем пока вынести и наружу. Но сейчас, насколько я так слежу за новостями, над этим производится работа, объединяются различные институции для того, чтобы учреждения, для того, чтобы всё-таки мы более согласованно в этом направлении работали. Так что я надеюсь, что мы будем как-то на этот вопрос выходить более успешно. Пока что я видела, что мы планируем идти в направление творческой Мекки, что всё-таки довольно такая аморфная история. Мне бы хотелось видеть, чем более конкретным мы это будем наполнять в разных направлениях. Вот мы уже говорили с нашим предыдущим спикером по поводу того, что вроде бы мы то поворачиваемся к Востоку, привлекаем китайских туристов, то всё-таки считаем, что наш основной турист из Европы. Здесь вот есть какая-то определённость? То есть нужно лимитаться или, наоборот, быть открытыми всему миру, может быть? Ну, видите как, всему миру быть открытыми трудно, потому что это всё-таки вопрос бюджетов. Так как если мы уже выбираем какую-то целевую аудиторию, нам надо инвестировать наши ресурсы временные, человеческие, финансовые, естественно, тоже на то, чтобы с этой аудиторией систематически общаться. И я бы, зная наши возможности, я считаю, что всё-таки целесообразнее быть более фокусированными, понимать, какие целевые рынки ближе, удобнее. Не знаю, у нас с ними есть хорошее сообщение, авиасообщение, железнодорожное сообщение, что людям просто, ну, скажем, удобно сюда прилететь, приехать и отдохнуть, и по делам, потому что не надо забывать, что образ страны – это же не только туризм, это и культурные вещи, это и экономические бизнесы, и инвестиции, и экспорт. И это очень много разных таких граней, которые нам надо учитывать и где нам надо понимать. А у нас вообще есть для этого инфраструктура, у нас вообще есть для этого предпосылки. И тогда, исходя уже из этого, мы понимаем, какие страны для нас являются целевыми, какие посылы для них являются интересными, симпатичными, привлекающими, и тогда мы над этим работаем. Потому что дальше уже, если мы видим, что с кем-то у нас налажены отношения, мы можем расширять этот спектр, но всё-таки выбирать целевую аудиторию, весь мир нас интересует, это, мне кажется, всё-таки слишком широко, и это очень большой замах, потому что это очень требует больших… Это очень комплексный проект, во-первых. Во-вторых, он требует очень больших затрат. Говоря о затратах, какие инструменты есть менее затратные для позиционирования? Потому что участие в международных выставках – это безумные деньги на оформление павильонов. И ещё вопрос, сработает это или нет. Институт Латвии, по-моему, несколько… Ну вот в последнее время больше даже говорил о том, что они пытаются себя через социальные сети каким-то образом. То есть есть инструменты, которые гораздо более дешёвые, и ещё вопрос, может быть, и даже более эффективные. Безусловно, инструменты очень разные, и современные методы общения, социальные сети – это очень… такой инструмент с большим потенциалом, потому что в один день благодаря какому-нибудь вирусному видео или какому-то событию можно действительно прославиться и дальше только закрепляя это за собой. Я бы опять-таки вернулась к тому, с чего я начинала. Первое – это то, что внешняя коммуникация начинается с налаженной внутренней коммуникации. И я считаю, что большим потенциалом являются местные жители. И если мы, каждый из нас будет в тех же социальных сетях или когда при возможности путешествовать, находясь где-то, будет с гордостью рассказывать, что я из Латвии, и вы знаете, чем Латвия интересна, и дальше вот мы будем в один голос рассказывать какое-то вот единое позиционирование, то это будет самая эффективная коммуникация, которую мы только можем себе представить, и самая массовая, такая масштабируемая рекламная кампания, потому что, ну, кто ещё честнее, чистосердечнее, с большей гордостью расскажет о стране, как сами люди. Но, опять-таки, хочется вернуться к тому, что, как мы видим, для кого-то кто-то считает себя интровертами, кто-то поющими, кто-то бизнесменами, кто-то ещё какими-то. Кто-то нам предлагает рассматривать Латвию как такой плацдарм для тестирования разных идей и так далее, но нам надо до конца понять, мы в это сами верим, и вот всё-таки какова это одна идея, в которую мы до конца верим. Но не получится ли так, что, как в советские времена, каждому выезжающему будут давать методичку, что нужно ему говорить на Западе? Это слишком буквальное понимание, потому что всё-таки любая действительно эффективная коммуникация начинается с того, что человек сам должен поверить. Я просто к тому, что нам надо, наверное, выявить вот этот вот наш общий ген, вот чем Латвия отличается для всех нас, каждого из нас, независимо от национальности, рода, деятельности, пола, возраста и так далее, какую-то вот эту частичку, которая действительно у всех у нас вызывает добрые положительные ассоциации, и исходя из этого уже дальше мы можем это всё дело нести дальше. Но, конечно, это не через такие строгие правила, буклеты. Это точно привезет к обратному эффекту. К сожалению, вот время нашей беседы завершилось. Доцент Латвийского университета, доктор сферы коммуникации Ольга Казака была с нами на прямой связи. Огромное вам спасибо за столько такой, мне кажется, очень правильный рассказ, очень такой подробный, интересный. Мы продолжим нашу беседу со слушателями буквально через несколько минут новости, а затем новая тема, в которой мы уже предложим и вам принимать участие.